В этом видео мы произведем установку и настройку индикатора Real Market Volume для торговой платформы MetaTrader 5. Чтобы скачать индикатор, необходимо в личном кабинете в разделе сервисы выбрать индикатор RMV. Дальше выбираем новая версия Real Market Volume под MT5. Произойдет загрузка индикатора на ваш ПК. После того, как он успешно загружен, открываем папку с загруженным файлом и произведем его разархивацию. Можно воспользоваться бесплатным архиватором 7-zip. Извлекаем. И у нас появляется папочка FullRus. В этой папочке есть папка для 64-битной системы и для 32-битной системы. Версию системы можете узнать о своем компьютере в разделе параметры системы. Согласно вашей разрядности системы выбираем папочку. В нашем случае это x64. В ней находятся .NET 4.8 и MQL5. .NET нужен, если у вас он не установлен. Можете произвести его установку. После успешной установки продолжить с этого места. У всех, у кого Windows 10, обычно .NET устанавливается по умолчанию. Открываем папку MQL5. В ней находится папка Experts and Libraries. Вам необходимо эти папки выделить. Нажать правой кнопкой мышки. И копировать. Дальше переходим на торговую платформу MetaTrader 5. Вверху слева выбираем файл. Открыть каталог данных. Здесь находим папку MQL5. И на пустом месте нажимаем правой кнопкой мышки. Вставить. Эти две папки вставились. Надо проверить, чтобы в папке Experts был файлик rmv.rus. Есть. И в папке Libraries был файлик datacon.dll. Есть. После того, как мы это все сделали, необходимо перезагрузить торговую платформу, чтобы индикатор появился. Запускаем ее еще раз после закрытия. Теперь смотрим. В разделе советники у нас появилась rmv.rus. Если у вас нет окошка навигатор, в котором раздел советники, нажмите вид навигатор. Так, чтобы добавить данный индикатор на график, вам необходимо перетянуть его на график. Дальше поставить галочку «Разрешить импорт DLL». В закладке «Входные параметры» необходимо ввести код лицензии. Данный код вы берете в личном кабинете. Вот. Код активации лицензии. Выделяете его, копируете и можете вставить здесь. Чтобы вставлять, дважды мышкой кликаете, поле будет активно и вставляете. После того, как вставили, можно сохранить данный макет, чтобы каждый раз не сохранять. Нажимаем кнопку «Сохранить». Придумываем название макета. И нажимаем «Сохранить» еще раз. Все у нас готово. В дальнейшем при добавлении на график индикатора можете нажимать «Загрузить», выбирать этот файлик и открыть. И у вас уже будет забит код активации лицензии. После того, как выполнили данные параметры, в данном окошке также есть и другие настройки. Вы их можете под себя настроить. Нажимаем «Ок». И индикатор у нас появляется на графике. Вот желтая вертикальная пунктирная линия. Это свидетельствует о том, что индикатор добавился. Но проблема в том, что он не показывает нам уровни. Это связано с тем, что по умолчанию во многих системах Windows стоит разделитель целой дробной части, запятая. Необходимо нам изменить на точку. Как это сделать? Находим панель управления. Открываем ее. Здесь выбираем изменение форматов даты, времени и чисел. Дополнительные параметры. И вот смотрим. Разделитель целой дробной части. Стоит запятая. Убираем. Ставим точку. ОК. ОК. Закрываем. Перезапускаем платформу. И вот после перезапуска у нас появляются уже объемы. Чтобы объемы передвигать, дважды нажимаете на вертикальную линию. И можете его перетащить на тот период, за который вы хотите увидеть объемы от текущего времени. После перестановки у нас они отрисовываются заново. И показывают, где были самые большие скопления по объемам. Все. Субтитры подогнал «Симон»